Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена, вы на моем канале. И сегодня я говорю на одну из важнейших тем, это природа зависимого поведения. Почему я говорю на эту тему? Потому что вы знаете, что я психолог, нутрициолог, блогер, человек, который достаточно долго работает с людьми с пищевыми нарушениями, с людьми, которые имеют некие эмоциональные трудности и также физиологические. И сегодня я расскажу вам про некую историю зависимости. Возьмем с вами зависимость нехимическую, то есть мы не берем с вами наркотики, мы берем с вами природу любой другой зависимости, которая также побуждает тебя к повторению. Это может быть зависимость от интернета, это может быть зависимость от еды, это может быть зависимость от другого человека. Природа любой зависимости – это несколько важных таких точек, триггеров. Собственная неустойчивость, собственная нереализованность и повышенная тревожность. Также это может быть желание быть с кем-то, желание снизить чувство волнения. Высокий кортизол, стресс, недостаток дофамина, недостаток серотонина провоцируют любую зависимость. И если мы говорим с вами с точки зрения психологии, то вы точно должны для себя уяснить одну важную вещь. Что если в вашей голове не хватает каких-то, грубо говоря, болтиков, нейромедиаторов, если у вас не хватает прямо сейчас счастья, то вы пойдете его искать очень часто примитивным для вас способом. А как же это происходит? Через что это происходит? В основе любого поведения лежит желание удовлетворения сиюминутных потребностей. Например, ваша органелла, митохондрия сказала, что мне плохо, я устал, либо мне тревожно. Дай мне быстренько чего-то хорошенького. И иногда это быстрая пироженка, а иногда это быстрый секс, который приводит к разрушительным последствиям. Потому что вы применяете эту стратегию поведения, и она становится для вас неким паттерном. Как это все происходит? Очень быстро. Изначально мы с вами имеем нарушения с точки зрения, например, физиологии. Далее мы имеем с вами нарушения с точки зрения реализации своего потенциала. И дальше мы можем с вами иметь нарушения, которые связаны с стрессоустойчивостью. Что самое такое важное, это хронический стресс, хронический недосып, переизбытки кофеина. То, что вредит вашему организму в целиком, и вам приходится восстанавливаться все дольше, дольше и дольше. И, казалось бы, современная психология обеспечивает вас всем необходимым для понимания, как работают эти вещи. Но, друзья, они не срабатывают, пока вы не поймете свою аддикцию и не признаете свою зависимость. Первый шаг справления с любой зависимостью – это признание ее наличия. И когда вы понимаете, что да, я зависим от углеводов, либо да, я зависим от одобрения, либо да, я зависим от другого человека, потому что я сейчас недостаточно хорошо зарабатываю. И это то, что должно быть пройдено на первом этапе. На втором этапе вы должны составить для себя пошаговый план, который поможет вам справиться с этой зависимостью. Что это будет? Это будут те вещи, которые непосредственно участвуют в вашем зависимом поведении. И если это пищевая зависимость – это одна история, если это игровая, то это другая история, и если это зависимость от отношений, то это, соответственно, третья история. И у каждой этой истории есть свой финал. И финал – это либо вы теряете себя, теряете возможности и заходите в состояние патологической усталости, либо вы поднимаетесь на несколько, грубо говоря, витков выше и создаете для себя условия, в которых вы постепенно-постепенно развиваетесь. Что нужно делать, если у вас развивается вот эта патологическая зависимость? Вам нужно, во-первых, обратиться к себе и задать себе вопрос, хочу ли я действительно так жить через 5-10 лет, и пройти такую некую визуализацию в своей голове. Представить самую худшую картину, которая может с вами случиться, если вы будете продолжать то, что продолжаете делать. Далее вам необходимо изменить свою стратегию поведения таким образом, чтобы вы не смогли первое время впадать в это зависимое поведение. Это очень сложно. То есть вам нужно будет окружить себя максимально вещами, которые будут напоминать вам о том, что вы здоровы и у вас есть возможность выбирать по-другому. Это могут быть поддерживающие сообщества, это могут быть друзья, это может быть пустой холодильник, если это так, и много-много-много другого, то, что вас приведет краткосрочно в чувство. Далее вам очень важно будет продумать и проработать механизмы запуска. Ведь у каждой зависимости есть триггеры, которые работают, и, например, в вашей квартире, грубо говоря, нет триггеров. На улице они появляются, в другой ситуации вы тоже. Вы не можете постоянно избегать их, и поэтому вам очень важно научиться жить с этой позицией, в которой вы понимаете, что да, я зависимый. И неважно там от чего, я сложно управляю своим собственным стрессом. И когда вы это, грубо говоря, для себя признаете, тогда вы сможете сдвинуться с мертвой точки. После того, как вы продумали уже свой выход в моменты, в которых вы будете испытывать встречу с аддиктом, грубо говоря, вы продумаете для себя резюме, и как вы будете действовать. Это лучше всего делать в лайф-коучинге с психологом, с психотерапевтом, где вы шаг за шагом обдумываете все возможные моменты, в которых вы испытываете дискомфорт. Это супер важно. И когда у меня говорят, Алена, у меня не получилось там справиться, вот там-то, у меня не получилось. Конечно, не получилось. А знаете почему? Не получилось, потому что вы практиковали шторм. А когда вы начинаете практиковать в штиль, когда у вас, грубо говоря, все хорошо, и вы уже тренируетесь, то у вас, соответственно, все получается по-другому, потому что уже репетиция создается. Далее, что еще важно? Очень важно для себя определить такие базовые вещи, базовые механизмы. Это зависимость, почему она появилась. Потому что у вас в семье были зависимые, потому что вы с хронической какой-то патологической историей, которая надломала вас, либо вы низко стрессоустойчивы, вы не социализированы, либо что лежит в основе вашей зависимости. Мы иногда говорим с вами о физиологических причинах, которые приводят вас к какой-либо зависимости. То есть вы об этом изначально можете не знать, но это провоцирует вас на злоупотребление каким-то веществом, либо какими-то стимуляторами. Иногда это касается здоровья, дефицитов, болезней хронической какой-то, о которой вы даже не подозреваете. Люди живут себе и живут с инсулин-резистентностью, патологией щитовидки, живут с нарушениями гипоталамогипофизарной системы и не знают об этом. И описывают это все тем, что плохое настроение, стресс, тревога, и поэтому я наелся пончиков, поэтому я играл до аупом упрощения в компьютер, потому что у меня была бешеная тревога, и кортизол был на все 150. Друзья, и поэтому очень важно определить, действительно ли это психологическая зависимость, либо у вас есть детерминанты, которые отсылают вас и провоцируют вас создать вот этот поведенческий паттерн. Я с вами иногда говорю какими-то сложными словами, но на самом деле все просто. Определить для себя, есть ли физиологические предпосылки. Далее, разработай стратегию поведения в кризис с психологом, психотерапевтом, коучем. Третье, представь себе свою жизнь без зависимости, какая она. Попади туда в образном мышлении, проработай это с психологом и убить себя без зависимости. И еще последнее, четвертое, окружи себя поддержкой, поддерживающим звеном, которое будет тебя стимулировать на то, чтобы ты продолжал участвовать в поведении отказа от зависимого поведения. Наговорила масло масляное, но именно так оно и работает. Почему человек часто попадает на крючок какой-то зависимости? Потому что у него на самом деле в жизни мало источников радости, мало источников серотонина, дофамина, и он находится в какой-то хронической усталости. Когда разгребьте это все, человек становится немножко счастливее, и его жизнь намного улучшается. Друзья, я вас всех люблю. С вами Алена, ваш психолог-психотерапевт. Ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, пишите комментарии, потому что без них канал не проходит свою нужную историю. Всех люблю, пока!